Приветствую вас. Ответ на ваш вопрос зависит от того во многом, чего вы хотите. Понимаете, женатый мужчина, он не может дать вам того, чего может хотеть обычно. Женщина от партнера. То есть вот ваш любимый человек, он вам этого дать просто не способен. Если вы, ну, допустим, допустим, если вы хотите любви, если вы хотите быть единственным, например, для своего мужчины. Если вам хочется полноценную семью. Да, если вам хочется, чтобы у вас были, ну, такие, знаете, здоровые отношения, в общем. То вот как раз женатый мужчина, он вам этого дать в принципе не может. Потому что у него нет для этого ресурсов. У него не может быть для этого ресурсов, потому что он уже женат. и он как бы волей-неволей, да, будет делить вас, да, он будет делить вас со своей женой, так или иначе. Вот. А если вас этот момент устраивает целиком и полностью, то смело продолжайте отношения с этим человеком. Я полагаю, что так как вы сейчас с ним, его вполне может устраивать. Он может жить так долго. Он может жить так годами. И, соответственно, вы можете разделять его видение того, как вам, ну, его видение будущего. Если вы всё же хотите нормальную семью, адекватную семью, если вы хотите семью, ээээ, если вы хотите полноценных отношений, если вы не готовы к тому, чтобы быть не единственным для своего мужчины, то в этом случае, конечно, взаимодействие с этим человеком не самый хороший вариант для вас. Потому что он элементарно, ну, не даст вам того, чего вы хотите. Вот. То есть тут вот нужно определиться с тем, чего вы хотите. Лично я здесь вижу противоречие. Да? То есть противоречие какое? Противоречие такое, что любимый человек, да, но он женат. То есть, что это за любимый человек такой, который позволяет своему любимому человеку, то есть вам, ага, ну, как-то вот чувствовать, чувствовать, я не знаю, негатив, да, чувствовать, что он, то есть вы не единственный для него, и так далее. То есть я вот, если честно, хотел бы, чтобы вы как-то подумали, а любимый ли этот человек на самом деле? Любимый ли он? По-настоящему. Потому что, ну, вот, как мне это видится, да, что, может быть, человек вас любит, но если он вас любит, странно он себя ведёт, на мой взгляд. Далее. Вот это вот ваша позиция, да, что вы спрашиваете у нас, у психологов, стоит ли продолжать отношения. Это позиция, по сути, перекладывание ответственности, значит, с себя, да, с вас, с вас на, ну, на психологов. Потому что только вы можете знать, стоит продолжать или нет отношения, ибо мы не знаем, чего вы хотите, хотите. Но, давайте все-таки, вот, будем исходить из того, что мы имеем. Мы имеем то, что вы задали этот вопрос, этот вопрос, вопрос, да, вопрос, что, значит, стоит ли, то есть, проблема вообще есть. То есть, вы же понимаете, что есть проблема. Если есть проблема, значит, эту проблему нужно, как минимум, для себя определить, то есть, что это за проблема, вот. Ну, то есть, у вас, получается, есть противоречие какое-то, вот, да, и, соответственно, противоречие и нужно нажать. То есть, любимый человек, но стоит ли продолжать отношения, да, то здесь вы, как бы, видите, что человек-то любимый, но я страдаю, да. Человек любимый, а мне, ну, как-то не очень, да, мне не по себе, как-то. Человек любимый, а я почему-то, почему-то чувствую себя как-то, ну, негативно, да, наверное. То есть, вы сомневаетесь, и вот сомнения ваши, их нужно, их нужно раскрыть дальше. То есть, что они из себя представляют? Ваши сомнения. Что это? Что это за сомнения? Ну, вообще, на чем они завязывали, сомнения ваши? Вот. Вот. И какие желания вы не можете удовлетворить из-за этих, этих вот сомнений, из-за этих проблем и так далее? Скорее всего, вы приносите себя в жертву. Скорее всего. То есть, вы жертвуете собой, жертвуете своим временем, своими силами, своими ресурсами для того, чтобы быть с этим человеком. Вопрос заключается в том, для чего? Зачем? То есть, что навело вас на мысль о том, стоит ли продолжать отношения или нет? Вот что раскроете. Ну, для себя. Ну, отсюда уже можно будет говорить. То есть, если вы боитесь чего-то, если вы сомневаетесь в чем-то, да? Если вы, вот, реально сомневаетесь в каких-то, ну, аспектах, в каких-то моментах. Если вы сомневаетесь, то отношения как минимум, как минимум стоит немножечко поставить на паузу. И посмотреть, туда ли я иду. То есть, грубо говоря, посмотреть на то, туда ли вы движетесь в своем поведении, в своей реакции, в своих желаниях, в своих потребностях и так далее. Ну, вот. Вот. Вот мне, эээ, думается, что именно на эту тему вам и стоит в первую очередь поразмыслить. То есть, что-то уже сейчас, уже сейчас, эээ, что-то начинает вас, вам точнее, точнее, подсказывать, что, ну, что-то не то. Да, вот, как-то все, ну, не так, не так, как вы, например, хотели, хотели бы, допустим. И вот это реальная проблема на самом деле. Это реально серьезная проблема для вас, по крайней мере. Понимаете? И, эээ, именно вот на эту проблему, ээ, нельзя перестать обращать внимательно. Эээ, потому что она будет шириться, она будет, эээ, развиваться, и ваша невероятность будет расти. Если вы своему мужчине, эээ, вот, например, скажете, эээ, что, ну, ты же мне обещал, да, там, что-то такое. Эээ, он может вам, эээ, сказать, ну, может быть, я и обещал, но ты же, как бы, согласилась, да? Ты же была согласна на то, чтобы, вот, между нами были такие отношения. И все, и формально человек действительно будет прав. А вам? Вам некуда будет деваться. Вот. Поэтому, эээ, на мой взгляд, эээ, вот, на мой взгляд, да, имеет смысл, эээ, как раз, ээээ, начать с этого аспекта. И, и, начав с этого аспекта уже двигаться дальше, эээ, по, так скажем, нарастающей. Вот. И, собственно, эээ, тогда уже решить для себя, хотите ли вы, ээээ, быть в отношениях с этим человеком. Или, или нет. Я думаю, именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Ээээ, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. В заключение мне бы хотелось сказать, что, если вы вдруг задавали свой вопрос эзотерикам, то имеет смысл переадресовать вопрос эзотерикам, они вам ответят именно с точки зрения предсказания. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.